Всем привет! Прежде чем вы посмотрите это видео, пожалуйста, перейдите по ссылке в описании и подпишитесь на мой телеграм-канал. Если вы это сделаете, вы первыми будете получать ссылку на мое новое видео. Также я там буду делиться эксклюзивными фотографиями и документами. Сегодня мы с вами детально рассмотрим очень резонансное дело Александра Винника, который вчера получил 5 лет во французской тюрьме. Я скажу, на что стоит обратить внимание в этом деле. Также я расскажу, почему все страны мира охотятся за каким-то Александром Винником и почему все СМИ обращают на это дело столько внимания. Немного информации, кто такой Александр Винник. Российская Федерация, город Курган и господин Винник вместе со своей семьей решил поехать в отпуск в Грецию. Это июль 2017 года. Он приезжает в Грецию и там его арестовывают Интерпол и ФБР. Предоставляют ему документы, в которых написано, что его обвиняют, что он занимается отмывом денежных средств и незаконными транзакциями банковскими с 2011 года. С самого начала очень громко господин Винник заявлял кругом, что он не является владельцем этой биржи, а он является техническим менеджером. То есть он технически управлял этой биржей, но он не является ее основателем. Хотя на самом деле с точки зрения юридического процесса, говоря это, он уже немного признает вину, что он является как бы частью заговора. Документ был создан в Северной Калифорнии в Федеральном суде, где вот здесь 50 страниц. Детально написано все предположения, очень главное важное слово предположения детективов, что господин Винник делал. Что же написано в этом документе? Написано, что с 2011 года господин Винник управлял биржей, которая называлась BTCE. И она являлась самой крупной биржей на тот момент, и через нее прошли миллиарды долларов и тысячи пользователей. В том числе из Калифорнии. Поэтому Калифорния, Федеральный суд в Калифорнии зацепилась за это дело. То есть были жертвы из Калифорнии, поэтому Федеральный суд проснулся и создал документ обвинительное заключение. На самом деле вы понимаете, что 2011 год и биткоин это на самом деле первые годы существования этой криптовалюты. То есть господин Винник уже занимался бизнесом с криптовалютой, с биткоином в 2011 году до момента его ареста. То есть он был таким пионером, первопроходцем, но на самом деле он был очень успешный, потому что огромное количество людей со всех стран мира пользовались этой биржей очень-очень успешно. Он был арестован и сразу пришел запрос, что требуется экстрадиция в Америку. Потом пришел после этого запрос из Франции, потом пришел самый последний запрос из Российской Федерации. В итоге у греческого судьи получилась следующая ситуация. Ему нужно принять решение, куда выдать гражданина Российской Федерации. В Америку, во Францию, либо в Российскую Федерацию. В Российской Федерации они нашли якобы два уголовных дела. Мошенничество сначала небольшая сумма, потом второе уголовное дело сумма покрупнее. Но, как вы уже знаете, греческий судья выдал гражданина Российской Федерации во Францию. Почему он это сделал, мы поговорим попозже. Сейчас хотелось бы объяснить обывателю, как это все работает. Вот на основе каких доказательств человека, иностранца могут арестовать в Греции, чтобы его послать на самолете в Америку в суд. Самое главное, что я хотел бы, чтобы мои зрители поняли, что на этапе ареста в Греции господин Винник, он всего-навсего подозреваемый. То есть никто не утверждает, что он уже виновен в этом. Никто не утверждает, что он по-любому получит срок. Поэтому процесс экстрадиции из Греции российского гражданина в Америку, это всего-навсего значит, что спецслужбы США и сотрудники прокуратуры федеральной из Америки, они хотят, чтобы господин Винник предстал перед судом и выслушал обвинения и принял решение, согласиться с этими обвинениями или нет. По поводу доказательной базы. К сожалению, мало кто понимает, что все доказательства американцы господину Виннику покажут только тогда, когда он появится на территории Америки. Сейчас доказательств как таковых никто не показывает. Почему это происходит так? По правилам существует следующая пошаговость. Человек предстает в суде в Америке и у него судья спрашивает, вот есть обвинительные документы, мы тебя подозреваем, что ты делаешь то-то, 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 то-то. Ты согласен с этим? Ты признаешь свою вину или нет? Это первый вопрос, который у тебя задают в суде, практически первый. Ну там еще про залог тоже спрашивают. И если человек говорит, что не виновен, я не признаю свою вину, я не виновен, прокуратура обязана в полной мере предоставить копии всех доказательств по поводу этого дела. Его пока арестовали на основе того, что ФБР-агент пришел в суд в Калифорнии и сказал то, что у меня есть огромный опыт расследования таких преступлений. И я прошу судья арестовать этого человека. У меня есть подозрение, что он виновен в том-то, в том-то, в том-то. И во время этого диалога происходит раскрытие совсем небольших фактов, что происходило в деле. То есть фактов совсем чуть-чуть, чтобы судье было достаточно поставить человека в статус обвиняемого. Вот это вот успешно произошло у господина Винника. В 2017 году его арестовали. И дело его до сих пор открыто. Точно так же, кроме криминального дела в Америке, на него еще завели гражданское дело, где его судят на миллионы долларов ущерба, которые он понес в финансовой системе США. Повторюсь, биржа BTCE была создана в 2011 году. И первая транзакция была, это обмен биткоина на российские рубли, обмен биткоина на американский доллар. Также после этого начали постепенно добавляться другие криптовалюты. Очень популярная биржа была, пользовались практически все. И в основном, как утверждает следствие, люди криминального плана. То есть благодаря этой бирже люди якобы могли отмыть, получить, переслать деньги в обход от традиционной банковской системы, в обход от налогов и так далее. Поэтому Америка так и разозлилась на эту биржу, потому что огромное количество денежных средств переводилось в длительный период времени, непонятно откуда. Непонятно куда, какие суммы, за какие транзакции никто налоги не платил. Как вы знаете, в Америке к этому относишься очень серьезно. И сейчас у нас в руках следующая ситуация. Человек из Российской Федерации, из небольшого города. Он живет в своем городе. Он делает какие-то инновационные финансовые услуги, как он заявляет. Он управляет техническими процессами перевода в криптовалюты, в одну криптовалюту, из криптовалюты, в фиат деньги, в обычные деньги. И потом оказывается, что он нарушает какие-то законы в другой стране. То есть вот вы представьте, культурная ситуация, культурный конфликт в голове у Александра Винника. То есть я сижу дома у себя в офисе в России и нарушаю законы в Америке. Конечно же, первая реакция российского гражданина будет, что это все бутафория, объясните мне детально, я никуда не хочу ехать, я ничего не знаю. Вот в принципе вот такую вот позицию занял Александр Винник. Но в то же время вот эта фраза, я не знаю почему, кто ему посоветовал, какой адвокат, либо его приятель, либо это его принципиальная позиция. Он везде утверждает, что я не основатель, я всего-навсего технический управленец. То есть менеджмент и придумывание этого бизнеса, оно принадлежит каким-то другим людям, которых он не называет. Но в то же время, если зайти на википедию страничку биржи BTC, там есть 4 фамилии людей и название корпорации, которые причастны якобы к этой бирже точно так же, как Александр Винник. Но Александр Винник об этом ничего не рассказывает, ни своим адвокатам, ни детективам, которые расследуют его дело. Почему он так делает? Ему 41 год и, по моему мнению, он выглядит как очень образованный и вдумчивый человек, который не спешит и может принять решение и действовать в соответствии с каким-то планом. Мне кажется, он что-то такое делает. Потому что на самом деле, если ты начинаешь рассказывать, что в твоем уголовном деле есть еще какие-то другие люди, то первая мысль может казаться, что тебе это поможет. Но на самом деле из небольшого блюда, да, ты начинаешь, когда ты рассказываешь про других людей, про другие эпизоды, ты начинаешь из небольшого блюда делать тарелку с супом огромную. Там, где уже много овощей, много ингредиентов, большая. То есть ты начинаешь варить кашу. А как вы уже знаете, да, привести такую параллель, то есть подогреть что-то в микроволновке, да, это быстро и приятно и удобно. А когда ты захочешь варить суп, например, да, то это занимает долгое количество времени, опыт. И также тебе нужно очень много ингредиентов. Поэтому его стратегия, он не хочет усложнять процесс. Он хочет держать это в русле, что я не знаю, кто основатель. Я всего-навсего небольшой технический админ. Поэтому дайте мне капельку срока, я немножко посижу. И мы об этом всем забудем потом. На данный момент его стратегия пока не работает успешно. Американцы не верят ни одному его слову. Продолжают просить его экстрадиции в Америку. Я думаю, она произойдет обязательно, потому что спецслужбы Франции и Америки, они огромные друзья еще с 20-х годов, 20-го столетия. Скорее всего, они согласятся его выдать. Но Франция проявила себя как одна из стран, которая является так называемой киберполицией мира. И вот он, прежде чем лететь в Америку, сначала посидит во Франции. То, что, безусловно, является политическим и геополитическим достижением для прокуратуры Франции. Немного про арест Александра Винника. В данных делах чаще всего человек, который арестовывается за рубежом, и он не является гражданином этой страны, где он арестовывается, там чаще всего огромное количество всяких спецслужб и полицейских, и офицеров с разных стран участвуют при аресте одновременно. То есть у господина Винника это было следующее. Это были офицеры из Интерпола, это были ФБР-агенты, и это были полицейские, греческие полицейские, которые, потому что арест происходил в Греции. То есть у нас три спецслужбы, ФБР, Интерпол и греческая полиция. Его арестовали, привезли в тюрьму, отказались выпустить под залог, потому что он является риском, что он улетит на самолете, будет скрываться от следствия и так далее. Поэтому в залоге было отказано. И сразу же судья получает в руки запрос из двух стран. США и Франция, но это вначале так было, хотят, чтобы Греция выдала господина Винника в одну из этих стран. Америка проиграла запрос о выдаче. Мы поговорим об этом попозже, почему это произошло. И судья принял решение выдать его во Францию. Также там были промежуточные решения, были апелляции. То есть, например, выдача, там судья решил выдать человека, да, господина Винника. А апелляционный суд там нашел какую-то техническую ошибку, то есть дело приостановили. Очень долгое время это все длилось, были какие-то паузы. Также очень интересно, что однажды произошло следующее. Господин Винник написал письмо судье греческому, где он говорит, что он признается в списке некоторых преступлений, которые он совершил в Российской Федерации. Он признается лично, что он сделал мошенничество первое, мошенничество второе на такую-то, на такую-то сумму. Но судья это заявление проигнорировал. Они посчитали то, что эти все заявления поступили после того, как появился запрос на экстрадицию во Францию и в США. То есть это была какая-то попытка Российской Федерации зайти в это дело и что-то изменить, как-то повлиять на процесс в лучшую сторону. Российская Федерация, честно скажу, среди всех моих друзей, мне кажется, вот я наблюдал на личном примере, постоянно пытаются действительно помочь своим гражданам в таких ситуациях. То есть Российская Федерация чаще всего через посольства стран, они не судят человека, что он подозревается в таких преступлениях, а все равно относятся к нему, как к обычному гражданину. И чаще всего они начинают проверять, не нарушаются ли права человека. А права человека, международное право, это немножко такая сложная гуща, потому что человек из одной страны передается в другую страну, и этот человек не является гражданином ни одной из этих стран. То есть такое, всегда это какая-то немножко экспериментальщина. Судье очень тяжело принять решение. В данной ситуации судья решил выдать его во Францию. Скорее всего, это политическое решение, потому что Греция и Америка, и Греция и Франция, это два абсолютно разных типа отношений. Франция это все-таки европейская страна, Греция и Франция, они делят один и тот же союз, Европейский союз. А Америка это страна 7000 миль от Греции, там 9000 километров, совсем другой континент. И как вы заметили, последнее некоторое время репутация Америки с точки зрения прав человека, всяких операций спецслужб, рейтинг Америки, он немножко падает. Потому что если раньше, в 80-е, 90-е Америка была как бы примером законности и прав человека, то сейчас с помощью СМИ, либо с помощью политических решений президентов США, либо кинофильмы, либо какой-то личный опыт населения, у людей складывается впечатление, что Америка иногда везет себя точно так же, как другие коррумпированные страны, нарушает какие-то законы. Поэтому вот у нас есть такое решение, что человека вместо Америки выдали во Францию. После того, как Александр Винник написал заявление о повинной в Генпрокуратуру Российской Федерации, что он признается в мошенничестве, произошло очень странное такое дельце. Начальник тюрьмы, где находился Александр Винник в Греции, он публично заявил, что они предотвратили попытку отравления Александра Винника в тюрьме. И потом они официально его попросили и сказали, что ты сейчас должен обращать внимание на то, как ты живешь. Если те люди что-то предлагают, подумай об этом, прежде чем одеть какую-то одежду, проверяй ее. То есть началась какая-то очень странная ситуация. Он признался в вине, признал свою вину, что он виноват в мошенничестве по поводу Российской Федерации. Произошла попытка его отравить. Генпрокуратура завела уголовное дело. Эти документы послали в Грецию. Судья, выдачу в Российскую Федерацию, отказал. То есть вокруг Александра Винника начинается какая-то подозрительная движуха. Также очень интересный факт, что сама биржа на момент ареста Александра Винника продолжила существование. И даже потом на американских платформах, на американских мидиаплатформах, которые говорят новости про криптовалюту, они сделали официальное заявление, что Александр Винник никогда не был сотрудником либо основателем биржи BTCE. То есть, опять же повторюсь, что до сих пор никто не знает, кто основатель этой биржи и какая действительно роль у Александра Винника. А это все потому, что доказательства еще полностью не раскрыты американцами. Также я хотел бы добавить такой момент, что Александр Винник причастен, по мнению обвинения, еще к следующему. Была произведена хакерская атака на крупную биржу. И деньги, которые были украдены с этой биржи, они были переведены на биржу BTCE. То есть, там Япония участвует, как страна, где эта биржа, с которой увели деньги, была основана. И это был 2014 год. То есть, Винника арестовывают в 2017 году, но вся движуха начинается с 2011 года. И если вы почитаете информацию по поводу высказываний других бизнесменов, которые занимаются бизнесом с криптовалютой, все говорят, к сожалению, что криптовалюта, биржи, это все атрибуты так называемого серого преступного мира. Не преступный мир, который явно такой черный, да, а серый. То есть, какие-то легальные компании пытаются немножко отмыть, либо сэкономить на налогах. Они вот используют криптовалюту и биржу. И опять же повторюсь, то, что с этим, вот с этим главным моментом и борется Америка. То есть, Америка хочет максимальной прозрачности, законности, чтобы все следовали правилам. Есть такое правило для криптобизнеса, оно называется KY, know your customer, то есть, прежде чем использовать деньги чьи-либо на бирже, биржа должна верифицировать этого человека, попросить у него паспорт, попросить его фотографию. А не так, как это было в самом начале, до введения этого принципа, любой человек анонимно мог использовать услуги биржи, переводить, получать, обменивать деньги, и ни одно правительство мира об этом бы не узнало. Когда во Францию был экстрадирован Александр Винник, французы говорили самое главное, что они считают его причастным к вирусу Lucky. Это вирус, который блокировал сети различных бизнесов, и потом в обмен на биткоин ты мог разблокировать, получить свои файлы и дату, информацию назад. Но интересно то, что когда ему дали 5 лет и штраф 121 тысячу евро, судья согласился, что по поводу этого Lucky обвинения сняты. То есть ему дали 5 лет только за то, что он якобы отмывал деньги. Опять же, ни его адвокаты, ни сам Александр Винник как таковых доказательств не получил. Это очень странный факт, и у Винника очень много адвокатов. У него есть российский адвокат, у него есть французский адвокат, и вот недавно очень странная история, один из его русских адвокатов, он погиб. Он нечаянно упал с лестницы и умер. То есть сейчас этого адвоката его нет, он достаточно успешно его защищал. Что говорится в обвинении? Судья признал виновным Александра Винника в том, что он помог отмыть деньги преступникам, так называемым кодировщикам. То есть на английском языке это ransomware, а на русском языке можно сказать кодировщик. Кодировщик это хакер, который кодирует твой компьютер, либо твою сеть, и у тебя больше нет доступа к твоей информации, а эта информация очень ценна, если, например, это школа или госпиталь, или бизнес, где хранится чья-то бухгалтерия. И ты можешь эту информацию восстанавливать 2 года, а можешь заплатить, например, 1000 долларов в биткоинах жулику, и он тебе все вернет. То есть огромное количество таких атак было во Франции, и якобы Александр Винник помогал этим кодировщикам отмывать полученные деньги и получать настоящую валюту. Он получил 5 лет, на мой взгляд, это приличный срок, но, конечно, если бы он получил больше, никто бы не удивился, потому что огромные суммы ущерба называются. Но, опять же, если вы смотрели «Коммерсант», то там есть видеоинтервью небольшой его адвокатов, где русский адвокат говорит, что, к сожалению, никто не смог показать убедительных доказательств против Александра Винника, что именно он что-то сделал. И, опять же, я повторюсь, что Александр Винник, он, в очень интересный момент, согласился давать показания, то есть его прокурор публично допрашивал в суде, это делается редко, он пошел на это, то есть он пытается донести судье, что ему нечего скрывать, и он готов в открытую общаться на тему своей якобы преступной деятельности. Но он, опять же, в судье начал заявлять то, что он сам энтузиаст криптовалюты, он управляет технической частью биржи, а кто основал эту биржу и зачем, он не знает. И вот во Франции он уже сказал более детально, что он никогда не знал об основателях этой биржи, то есть его партнеры, с которыми он с самого начала работал по этой бирже, они скрывали свои имена, свои личности, но все равно для него это было безразлично, то есть он согласен был работать с людьми, которых он не знает. Если так проанализировать, вот представьте, судья обычный человек, жюри обычные люди, да, и вот ты говоришь, что ты согласен 8 лет там или 7 лет, 6 лет работать с людьми, и тебе безразлично, знаешь ли ты их имена или нет. То есть уже стереотип преступника, особенно вы представьте на Западе, человек русский, русскоязычный обвиняется в отмывании денег. Попробуй переубеди, вот работа адвоката практически это невозможно, когда 100 статей было написано во Франции, что этот человек подозревается в этом, в этом, в этом. Люди читают, судья читают, то есть тебе уже психологически вдалбливают, что этот человек виновен, плюс этот человек не француз. То есть психологически судье очень легко повесить проблемы безопасности интернета Франции на русского, да. То есть, конечно же, это есть все вот эти вот моменты, но меня больше всего беспокоит, что он признает свою вину, какую-то небольшую часть, он никого не сдает, и он получает срок, и доказательств нет. То есть вот до сих пор непонятно, что происходит, и здесь обывателю очень тяжело понять, почему человек получает срок, 5 лет достаточно большой срок, без доказательств. Особенно в Российской Федерации. Представьте, как политически это рассматривает, например, министр иностранных дел Российской Федерации. Вот есть человек, который подозревается в чем-то в Америке. Он не гражданин Америки, он в Америке никогда не был. Доказательства мы вам не покажем. Мы вам покажем доказательства, если ты согласишься, либо силой мы тебя привезем в Америку, и скажешь, что ты невиновен, тогда мы тебе покажем доказательства. Ну а как быть сейчас, когда суд уже происходит сейчас? Где доказательства, почему их не показывают? То есть это проблематичность международного криминального права. Но если так разобраться, попробуй придумать что-то лучшее. Что в данный момент происходит? На каких-то дружеских отношениях страны друг друга выдают преступников и подозреваемых. Вот это происходит с Александром Винником. Вокруг дела Александра Винникова начинает расти огромное количество мифов. Почему это происходит? Потому что Винник держит язык за зубами, ничего не рассказывает, поэтому народ у нас интересный, любит веселиться, поэтому люди начинают придумывать всякие сказки и байки. Одна из этих байк, например, что самый главный хакер, которого разыскивает ФБР, Билан, у него фамилия через Е, его разыскивает ФБР, он якобы причастен к Виннику. Это мифы, доказательств никаких нету, американцы об этом тоже пока молчат. Также в России очень интересная движуха по поводу Винника. Как я уже говорил, в Греции начальник тюрьмы сказал, что после того, как он обратился в генпрокуратуру, что он якобы виноват в каких-то мошенничествах, на него была попытка, которая была остановлена, его отравить. Да, то есть российский такой стиль отравления, к сожалению, в последнее время в МИДе и такое есть. Что еще происходит в России? Тимофей Мусатов, его адвокат, некоторое время, там два года он его защищал, умирает. Умирает, смертью подскользнулся, упал на лестнице. До этого такой человек, как госпожа Касперская, совладелица известного бренда, одалживает 248 миллионов рублей адвокату Винника на якобы его защиту под проценты. Об этом пишут РБК, другие всякие разные газеты московские. И потом такой факт, у госпожи Касперской есть муж, и муж Касперской имел зарегистрированный адрес своего бизнеса, точно такой же, на который адрес был зарегистрирован бизнес Винник. Но в то же время никакой официальной информации нет. То есть, вот у нас есть такое совпадение. Опять же, факт это, либо миф, непонятно. Но то, что Касперская одалживала деньги адвокату, здесь еще стоит не забывать, что Касперскую представлял этот же адвокат, Тимофей Муратов. То есть, там 10 лет у них какие-то хозяйственные отношения есть. То есть, может быть, этот денежный перевод и не связан никак с Винником. Но, опять же, повторюсь, так как никто ничего не говорит по факту, мифы растут. Когда ты совершаешь компьютерное преступление, цель этого преступления чаще всего это прибыль. Чтобы получить эту прибыль, тебе эти деньги нужно послать на какой-то банковский счет, потом их перевести на карту и с этой картой снять их наличными в банкомате, либо же с помощью этой карты рассчитаться, либо перевести на какой-то другой счет. Поэтому киберпреступление, кибермошенничество без вывода денег это ничего. Поэтому, вот, например, мы недавно снимали видео про рэпера из Санкт-Петербурга, Plain Official, у него фамилия Байко. И, на самом деле, дело Винника немножко пересекается с Plain Official, потому что он был арестован в Майами. Сначала он был задержан, допрошен, потом арестован через некоторое время. Но после допроса его аккаунт был найден в списке биржи. А биржа BTC, она была конфискована ФБР много-много лет назад. Поэтому вот она и связь. Поэтому все службы, спецслужбы мира всегда придерживаются правила, что мы обращаем внимание на деньги и от денег начинаем делать выводы кто, что и где делал. Как же будет развиваться дальше это дело? У Америки нету срока давности о преступлениях, связанных с мошенничеством. То есть, если человек сделал преступление 20 лет назад, сегодня его все равно арестуют. Почему это происходит так? Америка и деньги это очень серьезная игра. И преступления с деньгами американцы считают особо тяжким преступлением. То есть, у Винника висит иск против него гражданский и криминальный в федеральном суде. И американцы готовы очень-очень долго ждать, чтобы его забрать к себе. Поэтому я лично считаю, что срок во Франции это только начало его процесса. То есть, конец этому всему может наступить только в Америке, но он еще только во Франции. Поэтому мы можем сказать, что только все на самом деле начинается. Я не уверен, что Александр Винник будет сидеть весь срок. Скорее всего, американцы скажут, что может быть давайте засчитаем эти года в общий какой-то срок, потому что речь идет о каких-то одних и тех же преступлениях. Поэтому сейчас я ожидаю, что в Калифорнии Александр Винник появится, может быть, через пару лет. И там ему понадобится защита, ему понадобятся американские адвокаты. То есть, сейчас у него были адвокаты в Греции, в Российской Федерации, во Франции. И сейчас, я думаю, уже самое время Александру Виннику начинать думать про адвокатов в Америке. На самом деле, неплохая идея заиметь адвоката в Америке с самого начала этого процесса, потому что спичка зажглась в Калифорнии. То есть, где спичка зажглась, чтобы ее потушить, это надо все делать в Калифорнии, а в частности в Федеральной прокуратуре. Спасибо большое за внимание. Меня очень сильно интересует, понравился ли вам формат разбора юридических дел. Если понравился, то, пожалуйста, напишите, о каких киберпреступлениях, о каких киберпреступниках, либо вообще о преступниках мне вам рассказать. Пишите в комментарии, я обязательно это прочитаю и вас послушаю. Также поставьте лайк, если вам понравилось это видео. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, подпишитесь, и я готов отвечать на любые ваши вопросы в моих комментариях, в моем видео. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok